Открытый телеканал представляет Давайте говорить честно, пишет нам Анатолий Самары Человек ведь произошел от обезьяны Так чего же хорошего от него можно ожидать? Обезьяна, она и в Африке обезьяна На любой ступени своего обезьяневого развития Почему же Бог сделал ставку на человека? Люди не произошли и вообще не так развивается все Как мы смотрим или из теории Дарвина Или по любой другой теории Дело в том, что вся наша материя Неживая, растительная, животная, человек Они развиваются потому, как внутри самой материи Находится желание насладиться И это желание насладиться, желание наполниться Желание развиться, оно диктует свои законы развития Сначала эти законы развития были подготовлены в духовном мире А затем не зашли в наш мир и оматериализовались И в нашем мире это просто только выходит в состоянии материи Которая развивается перед нашими глазами Или перед глазами исследователя И поэтому с одной стороны получается так, что действительно развилась сначала неживая материя Все эти галактики, вселенная Затем солнечная система, затем земной шар И на нем жизнь появилась постепенно И вроде бы потом, как мы это изучаем И как мы действительно видим из теории развития нашей Произошло постепенное развитие растительной, животной жизни А потом и человека Но не получается так, что из одной части Из одного уровня материи развивается другая Непосредственно развитие самой материи А происходит проявление уже заданных данных И появление новых видов То есть эти виды не развиваются друг от друга Не может из неживого получиться живое Из живого получиться из растительного, допустим Из растительного животного, из животного человека Таких мы и не наблюдаем в природе переходов Есть четко разграниченные уровни Для каждого элемента развития Для каждого предмета, для каждого существа И они не перемешиваются друг с другом И они не переходят друг к другу Они просто проявляются в нашем мире Потому как выходит наружу Все больше и больше и более развитые информативные данные То есть, с одной стороны, есть развитие Вроде бы перед нашими глазами Но это развитие не потому, что развиваются эти элементы А потому, что изнутри, из заложенных в природе данных Проявляются все больше и более развитые ее элементы Вот теперь возвращаемся к вопросу Анатолия Самары Которые спрашивают Если человек все-таки произошел от обезьяны Не произошел от обезьяны, дорогой мой Но не произошел от нее, а вышел после нее Хорошо Если человек вышел после обезьяны То почему Бог сделал ставку на него? Почему не на кого-то другого? Потому что в человеке В этом информационном данном В речи мол Которое есть в человеке Есть одно особое исключительное свойство В нем есть ощущение Себеподобных В нем есть возможность ощущения Творца Чего нет ни в ком другом То есть обезьяны не ощущают Этим животное отличают от человека Себеподобных